Состояние здоровья Михаила Саакашвили. Вот уже несколько недель. Тема номер один в Грузии. Личные врачи бывшего президента уверяют, все очень плохо. Теряет в весе. Ему тяжело сидеть, ему тяжело стоять, тяжело дышать. А вот грузинские власти считают, что все это блеф. Подробности у нашего корреспондента в Тбилиси. Михаил Рабакидзе. Мишико разбушевался. На кадрах распространенных пенитенциарной службой Минюста Грузии та самая палата бывшего президента, а теперь главного арестанта страны Михаила Саакашвили. Десять минут без звука достаточно, чтобы понять, под каким прессом находится персонал клиники. На видео мы видим, как несерьезно ведет себя Саакашвили. И все для того, чтобы любыми способами избежать присужденного ему заключения. Но те, кто пострадал от совершенного им, требуют справедливости. Кадры с Мишико требований его сторонников. Ведь те, кто его посещал, говорили – пациент между небом и землей. А гостей бывший президент принимал немало. С октября прошлого года – полторы тысячи. Получается, примерно по три визитера каждый день. Все соучастники этого преступления должны быть наказаны. Все, кто хочет смерти третьего президента. Я каждый раз буду приходить с этими плакатами в парламент. Для однопартийцев он по-прежнему третий президент. Для властей преступник. При режиме Саакашвили заключенных пытали и насиловали. Содержали в нечеловеческих условиях. А для Михаила Николозовича ничего не жалеют. 400 дней пребывания Саакашвили в стране обошли с бюджетом в 75 тысяч долларов. Это почти 5 миллионов рублей. Рабы! 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 Власти хотят смерти Саакашвили. Это фактически приговор. Вместо того, чтобы освободить его или перевезти в зарубежную клинику, они продолжают его терзать. Мы этого больше не будем терпеть. Освободить его теоретически может суд. Но то связь с клиникой не могут наладить, то сам Михаил Николозович саботирует заседание. Объявляет голодовку на пару часов. Нашим специалистам необходимо время для того, чтобы связать клинику с судом. Это не просто сигнал. Есть своя специфика. Кроме того, Саакашвили постоянно отказывается принимать участие в слушаниях. Страсти по Мишукову уже целый месяц тема номер один. В конце ноября семья Саакашвили наняла американскую компанию, которая за определенный гонорар должна продвигать идею освобождения клиента из-под стражи. Дорога к свободе через болезнь, а путь к болезни через мистическое отравление. С 1995 года он не отдыхал. Все делал для Грузии и построил государство. Ни секунды и ни минуты не уделял себе. Только стране и совершил чудеса. В результате получил вот это все. Его отравили, и он медленно умирает. В организме Мишуков чего только не находят. Таблица Менделеева в помощь. Следы ртути, солей висмута и мышьяка. При этом наблюдается недостаток магния, калия, кальция. В результате слабость и помутнение сознания. В диагнозе 34 заболевания. От болезни Альцгеймера до атрофии конечностей. А еще проблемы с желудком, сердцем, гипертония и тремор. Но электронную сигарету держит уверенно. У Петре Мамрадзе, который знает Саакашвили с ранних лет, большие сомнения. На самом деле, этот человек крайне неравновешенный. У него бывают видения. Он частично живет в своем фантастическом виртуальном мире. В Грузии сравнивают видео из клиники с кадрами 2008 года, когда Саакашвили ползал по горе, заметив нечто в небе и жевал галстук в прямом эфире. Отмечают, что Михаил Николозович уже излишне вошел в образ. Михаил Рубакидзе, Хвича Самадашвили, программа «Вместе. Грузия».